здравствуйте друзья сегодня я начну записывать обзор на платформу галерею арт-мажор я долго сомневалась нужно ли она вам или нет поскольку про эту галерею ходят разные слухи то что там многие художники по два года висят и не продаются но все-таки решила поскольку у меня был опыт продаж на этом ресурсе и еще хотя бы парочка там или человека в общем в целом из 10 знакомых художников все-таки были продажи то есть сайт живой и может стать дополнительной площадкой куда вы будете размещать свои работы кроме того в сравнении с другими галереями вход в арт-мажор свободный то есть вы просто создаете свой аккаунт и ничего не надо платить здесь бесплатное размещение можно использовать как страничку такого веб-сайта которые будут презентовать ваше портфолио поэтому в принципе стоит такой ресурс рассматривать это онлайн галерея она в основное действует естественно на францию основные покупатели и из нее во франции но тем не менее также есть и другие страны давайте посмотрим сравним трафик на этих платформах вот через similar web как мы видим основные поставщики так сказать трафика туда францию раздел у нас arts entertainment развлечения да общее количество посещаемости 857 тысяч человек дальше что мы смотрим 37 процентов у нас из франции потом дальше идет германия сша россия но это понимаю вот это уже возможно с вами художники больше нагоняя трафика откуда поступает трафик источники здесь идет вот и директ это я так понимаю поиск на самой платформе рефералы социальные сети достаточно большое количество ну и google поиск и относительно того какие социальные медиа здесь важны здесь на первом плане у нас стоит reddit и pin interest youtube с ютубом да если мы сравниваем например ту же самую галерею сачи арт у нее естественно будет выше показатели потому что она более глобальная у нее один миллион кажется это да считается посетителей она в основном нацелена соединенные штаты но поскольку сачарт это американская платформа что-то с великобритании до россия франция основные поставщики трафика здесь у нас мы видим что процент социального взаимодействия выше то же время в поиске почему-то немножко ниже идет но источниками трафика и социальных сетей здесь основной является pin interest 60 процентов и дальше же youtube касательно art finder это еще одна галерея куда вы можете пройти только через отбор здесь у нас почему-то вообще то есть как разделов хобби и развлечения основной их категория посещение не столь больше чем арт-мажора здесь у нас трафик тоже идет соединенные штаты и видела германия потом уже великобритания и италия у них наоборот здесь пониженность идет через google поиск но акцент на социальные сети тоже и на прямой поиск по платформе трафик у них и социальных сетей тоже лидирует pin interest получается что для арт-файндера pin interest получает больше даже трафика чем тот же самый сачи арт и дальше уже идет youtube и как видите facebook хотя на остальных фейсбук не находится на такой высокой позиции и строграмм пока что плетется get внизу как ни странно для сачи арт вообще переходов практически как видите нету но тем не менее показатели в принципе арт-мажор неплохие что может предложить нам этот сайт для начала он мультиязычный то есть он есть и на английском языке и сейчас переключила на русский чтобы было удобно это вот здесь вот у нас оригинальные настройки можно выставить страну единицы измерения валюту поставить язык который вам нужен какой будет удобнее пока включила русский для кого эта платформа как она вообще выглядит давайте смотреть здесь у нас есть разделы основные что они презентуют тут есть скульптура и фотография и рисунок то есть digital здесь тоже можно продавать здесь у нас есть раздел художников это аккредитованные художники только которые получили специальную такую скажем так пометку да здесь есть ранжирование по цене искусство есть отборки которых недавно добавили здесь есть периодически меняется этот раздел по стилю публикует разные подборчики ну и тема вот месяца тоже собираются то есть новые например художники которые попадают иногда их отдельно artist of a month что-то такое получается в такие подборки добавляют то есть сайт такой нацеленный как бы и на международной аудитории ну и естественно больше во франции как мы видим рейтинг в принципе хороший что предлагают вот для кого для как для кого представлена эта платформа естественно для покупателя искусства для художественной галереи то есть в арт-мажор иногда можно попасть если вы вас приняла как художественная галерея подбор и тогда она вас добавляет ну например после участия в конкурсах она уже создать страничку на своей подборке художественной галереи как ваш как художник от этой галереи вас и так дополнительно будет такое мини-продвижение и естественно здесь и для дизайнеров и художников смотрим раздел художники у нас тут есть бесплатная неограниченная регистрация когда я регистрировалась это было кажется август 2020 года там говорилось что первые только 10 работ будет бесплатно а дальше уже надо платным аккаунт брать как я и взяла а потом оказалось что через через какое-то время не убрали эти условия и стала такая бесплатная неограниченная публикация поэтому я почти что полгода платила за платином аккаунт но там тоже есть свои плюсы мы видим международная аудитория комиссия то есть он берет 15 процентов комиссии за продажу если берете платину то кажется комиссия 5 процентов становится инструменты продвижения то есть у них есть свой собственный журнал у них есть торговые площадки в во франции вот фейсбук пин интерст здесь что такое указано но и также можно даже делает свое такое адвизор и пользоваться оценщиками оценят они ваше искусство но это естественно платная услуга и поставить вам брендинг сколько в среднем стоит ваше искусство да ну вот видите нам доверяют художники там подпаду художников и давайте смотреть что у нас есть тут по поводу регистрации продайте на арт-мажор здесь у нас есть вот низкие комиссии ну по сравнению с тем же сачи арты арт-файндером которые берут по 35 процентов или сингулар где по моему 50 процентов идет то естественно это выгоднее получается так давайте посмотрим дальше какие услуги у нас идут вот базовый тариф неограниченное количество работ можно продавать можно продавать репродукцию то есть вы отмечаете что можно придавать принты либо digital копии этого товара и тогда арт-мажор уже без вашего участия выставляет цену и дальнейшем когда вы продали вам просто начисляется денежка да и потом через какое-то время набирая определенную сумму вы сможете вывести у меня одна девушка купила digital print который она потом распечатала в итоге мне пришло около четырех евро она вывести их пока не могу потому что других покупок таких не было и курится этой суммы недостаточно для вывода но тем не менее вот такое есть защита водными знаками это значит что они на изображение ставят вводный знак чтобы не копировать платина сейчас стоит у нас вот по моему даже уменьшили самом деле цену кажется 4 евро в месяц это около пяти или шести долларов уменьшенная комиссия она становится кажется пять процентов есть возможность появляет возможность покупателю установить свою цену если вы на это соглашаетесь также прикрепить можно свой магазин к фейсбуку чтобы он автоматически публиковал это дело как бы в каталоге таком на фейсбуке сертификат подлинности это в принципе просто образец который вы распечатываете но вы можете прилагать к любой картине свой собственный сертификат который вы создали и дальше у нас тут кажется можно выкачивать будет архив своих работ более подробная статистика я сейчас все покажу ну естественно вот такие параметры кроме того арт-мажор позволяет делать например оплату видите можно делать измеченный платеж можно делать годовой платеж на премию вот этот аккаунт если мы выбираем оплатить то вот видите в итоге получается 595 на самом деле евро они 4 это видимо их старая информация кроме того можно подключать профессиональный художественный сайт то есть у вас получается убирается наименование арт-мажор у вас становится только ваше имя домена и да можно заказывать продвижение то есть вы пополняете счет на 50 евро и постепенно как говорится раз он этот запускаете рекламу и вероятно идет перенос ваших многих работ они начинают показываться выше на главных страницах там да получается в каждом подразделе можно получить сертификацию это когда как раз вас оценят участвовать в журнале от мажор который он публикуется в физическом носителе и в диджитал носителе и она рассылается по галереям франции вот видите есть публикация арт-мажор любимый художник есть журнал участие в журнале веб и бумажная версия если мы посмотрим например заказ вот этого тела там здесь можно так где тут был там здесь я пополняла тогда можно с карточки либо вот теперь сейчас добавили алипей раньше я платила через киви мани сейчас видимо уже убрали просто обновление много произошло вот такие упрощенные способы пополнения здесь есть касательно того что у нас принципе продается давайте смотреть вот мы пройдем в раздел живописи оригинальной картины на продажу здесь можно тоже ранжирование делать на подкатегории то есть по стилю по давайте в основном вы наверное рисуете масло до пошли посмотрим масло дальше посмотрим например стиль давайте из популярного пусть будет импрессионист предположим ну вот и мы видим что получается могут быть абсолютно различные темы стиле ценовые категории очень разные и получается здесь как бы дальше вы можете посмотреть отобрать что вам больше нравится по цене по размеру отранжировать также здесь в категориях хорошо идет у меня например продавались почему-то именно в масле конкурировать сложнее у меня продавались тут пастель вот пастели различного формата мы видим да и принципе здесь также может продаваться фотография скульптура гравюра могут быть микс медиа вы просто здесь будете обозначать какое основное медиа у вас доминирует в работах да здесь продаются коллажи изделия текстильные как это выглядит давайте посмотрим пока коллажи например то есть видеть такое разнообразие текстильное искусство это картины сделанные либо текстилью либо на текстиле то есть например техника батик она тоже будет видите здесь у нас сделана вышивка то есть это тоже можно продавать либо вот рисунки печатки какие-то художественные композиции как они предполагают тоже такое присутствует рисунок то есть пастель и линейный все это тоже может быть продаются ли это продается я видела у художников которые продавали что еще мы можем тут посмотреть у нас здесь есть раздел помощи здесь он в основном будет на если мы туда перейдем там он будет на английском языке либо на французском то такая подборка информации которую можно изучить вот здесь поменять язык до английский изучить подробнее как продавать на этой платформе ну и прочие моменты как выглядит аккаунт давайте зайдем кому-нибудь мы предположим вот мужчина наверное мужчина франции вот так у нас выглядит профиль указывается кто сколько подписчиков когда зарегистрирован был мы видим его произведение мы видим что давайте откроем что-либо можно предложить свою цену это как раз про этот аккаунт позволяет так делать стоимость заставки указывается что работа сертифицирована с подписью художниками есть возвраты можно заказать принты в принципе тут но и вот так это все выглядит можно даже перевод на русский язык и здесь идут дополнительные подпорки произведений этого автора и хоже произведения можно оставлять свои комментарии к этому делу мой моя учетная запись пошлите посмотрим так где я нахожусь я не туда в профиль мой профиль тоже я зарегистрирована 2019 года проданы работы естественно будут так вот продан либо указано но это продано например на эти а сейчас я еще найду где были проданы на арт-мажоре конкретно можно делать подборки создавать то есть несколько подкатегории то есть вот например я сделала пендинг у меня отдельно еще дополнительной категории есть пастель это отдельная серия вот например пастельные рисунки у меня продавались небольшие за не слишком высокую цену возможно это и послужило причиной продажи потому что я узнавала у знакомых тоже не сильно дорогие типа до 100 и либо недалеко от 100 евро были продажи так из проданного здесь у меня были водные лилии пастель на двп и вот эта работа с облаками тоже она была здесь продана то есть видите когда версия продана вам все равно говорят что можно заказать и по печатной версии что мы имеем в личном кабинете у нас здесь есть в принципе подборки произведения у нас здесь есть раздел презентации да где мы пишем свою биографию можем поделиться где мы обучались если мы хотим получить сертификат здесь у нас как бы художник за работой можно добавлять свои достижения награды кстати 1 только сейчас заметила что я забыла про этот раздел что что его можно добавлять вот здесь вот у нас разные подборки это мои например любые художники которых я добавила фейворец на отзывы отзывы это когда вам пишут просто комментарии это называется принципе отзывы новости это можно добавлять например то что какие-то обновления ваши ваше участие в конкурсах где-то ваши публикации все это можно добавлять в раздел новости отзывы это когда просто вам пишут как бы просто комментарии картина это у нас относится к отзывам отзывы и И когда происходят какие-то обновления, они приходят в раздел уведомления. Вот, например, то, что новые художники, на которых я подписана, они добавили работу. Либо, например, добавили новость. Вот давайте опубликовали новость. Видите, это тоже все показывается. Вот здесь художник опубликовал, что оно представлено где-то там в вывеске. В принципе, я работаю, например, на своей ютубчике. Тоже можно закидать и дополнительно привлекать людей. Вот видите, что тут у нас еще важно. Сейчас я буду показывать примеры того, что было продано. Сейчас я зайду в мою учетную запись. Здесь вот так вот раздел. Общая идет статистика, поскольку пока статистика подключена для бесплатного аккаунта. Она сравнительно небольшая. Здесь есть количество просмотров. Здесь есть самые просматриваемые работы. По художественным произведениям можно посмотреть отсчеты. И сколько добавлено в избранное, сколько было посетителей. Но, естественно, на платиновом аккаунт трафика будет и выше. Здесь вернемся в учетную запись. Она немного иногда запутана, что можно перепутать, где мы находимся. Так, смотрим. Мои покупки. Это то, что вы предполагаете. Хотите купить, например, какие-то предложения от Артмажора. Если были у вас заказы. Вот это была такая вот. Это здесь показывается invoice. Я просто на русском языке здесь путаюсь. Я обычно на английском. Счета. Это, как я говорила, я платила сначала за платиновый аккаунт возле декабря. Платила. Думала, что вот иначе нельзя. И вот это, например, видите, sales за sales. То есть меня брали тогда, кажется, честно не помню, 15-5% кажется, да? Пока я была на платинуме. Вот и от суммы насчитывалась такой, как говорится, комиссия самой платформы. Вот она здесь тоже показана. Дальше у нас тут есть сообщения. Это если вам пишут сообщения, например, это у вас там будет переписка там либо с Артмажором, либо отправленные предложения продаж, покупки. Какие-то уведомления, которые вот мы видели, да? Управление уведомлением можно сделать. Также у нас здесь есть избранное. Это то, что я добавляю в свою коллекцию. Можно создавать несколько коллекций, например, разделять их. И будет так удобнее вам просматривать и, в принципе, сортировать каких-то тоже художников, которые вам нравятся. И вот активность ваших художников. Можете тоже посмотреть в этом разделе. Узнать, что у них нового, что было вот более в таком подробном виде, да? Что было добавлено конкретно в избранном. Настройки. Настройки это будут адреса вашей. Возможность связать с Facebook, связать с Google. Это Google+, который сейчас у нас уже не работает, да? Он работает только для компаний. Выбор языка. Установить ссылки профиля. Вы прописываете свои адреса, ну и прочие моменты. Там закрыть запись. Адрес электронной почты. Смена пароля. Настройки продаж. Тут предлагают выбрать единицы измерения. Валюту, которая предложена. В принципе, доллар можно. Но мы же понимаем, что валюта будет меняться, потому что они платят евро. Они же, если, например, во Франции покупают, то там в основном евро у нас идет. Ну или в других европейских странах. Но в принципе вы можете поставить в долларах. И покупать или оно автоматически будет перерасчитываться в евро, если он с Европы. Но вам будет, возможно, проще с долларами, чтобы делать аналогичную оплату, как и на других платформах. На том же самом САЧ, скажем, да? Если вы предлагаете ли работу на заказ комиссион, да, возможно, ценовое предложение. Это когда человек предлагает. Я не являюсь плательщиком НДС, потому что я не зарегистрирована в Европе. Ну, можно зарегистрировать мои аккаунты. Также нужно будет провести подтверждение вашей личности. Фотографию там либо паспорта, либо я, например, давала посвятку, поскольку я живу в Украине. Я ее тоже предлагала. Их все вполне устроило. Ну, вот и временное закрытие. Если вы уходите на каникулы, то можно поставить такую штуку. Что тут у нас еще есть? Художественные произведения. Это настройки такой ваших галерей. Их можно перетягивать, то есть как они будут по порядку отображаться в самой, в самом профиле, в каком порядке, что будет на первом плане. Да, если мы заходим подробнее, здесь мы точно так же переносим, как нас устраивает. То есть ранжировать галерейку вы себе можете. Так, вернемся назад. Что тут еще есть? Здесь можно делать быстро настройку цен, но удобнее, конечно, все равно заходить непосредственно в сами картины, вставить. Здесь можно смотреть, опять-таки, видите, статистика проданной работы. Проданной работы. Сейчас я увидела, что обновилась такая интересная вещь, как подтвердите свои продажи. Где это отображается? Сейчас я вам покажу, смотрите. Презентация. То есть насколько у нас заполнен профиль. Вот у нас презентация, есть биография, влияние, даты рождения, артист прайс, какие-то котировки. Картинка профиля, рейтинг артиста. Это то, что я говорила. Заказать его можно на доступ к социальным сетям. Можно свой официальный сайт ставить, ну и прочие вот эти каналы. И из этого раздела мы добавляем новости. Сила профиля. Это насколько он у вас заполнил. То есть мы видим, какие категории туда важны. Контактные данные все дополнены. Биография, есть картинка, есть фото художника за работой, даты обучения, какие-то достижения. Платиновый аккаунт не подключен, то есть поэтому 90. Рейтинг художника я тоже не брала за 83 вот этих евро. И вот здесь видите, раньше я не замечала проданные произведения. Нужно менее, ой, не менее трех подтвержденных работ. То есть мы вот сюда заходим, и он мне предложил подтвердить проданные работы. Но поскольку я продавала только три на арт-мажор, а остальные у меня были на других источников, я прилепила чисто ради интереса, как это делается. Для каждой работы вот так вот прилепила инвойс. Вот здесь была, например, вот эта работа с арт-мажор, я скачала инвойс, вложила его сюда. Например, а вот для этой работы я уже сетси распечатала инвойс и вложила его туда. И то есть это мне тоже добавило для рейтинга. Касательно защиты произведений искусств, можно включить водяной знак. Можно не включать, какие-то видите архивирования. И сейчас вернусь обратно в художественные произведения. Здесь в проданные работы зайдем. Вот опять мы их видим. Видите, можно заполнять, можно не заполнять. Так, если я не запутаюсь, где у нас находятся инвойсы? Так, сейчас продажи. Вот мои были инвойсы. То есть так вот он показывает в продажах, сколько что было. То есть я живой человек, который там продавал. Это цена, которую купил сам покупатель. Но она, естественно, складывается из той цены, которую я устанавливаю, стоимости доставки. Доставка здесь отдельно ставится. И потом высчитывается 15%. Видите, счет на продажу идет 92%. А счет фактуры инвойс, он уже идет из 92%. Высчитывается вот эти... А, значит, я уже продавала, видите, 15%. Значит, у меня уже не было платинового аккаунта. И вот он прошел по 15%. 13,80 евро я им отдала. И, соответственно, они мне потом выплатили 78,20. У другой работы здесь она как бы получилась дороже. Но, тем не менее, я получила меньше, потому что я, в принципе, ее и цену ставила меньше. Но за счет того, что я ставила более дорогую стоимость доставки, суммарная сумма для покупателя, она была больше. Ну, точнее, вот видите, это канадский доллар. Походу идет расчет. А вот здесь был... Так, а здесь у нас был в евро. То есть, если мы сейчас посчитаем... Сейчас, секундочку. Канадский доллар в евро. Канадский доллар в евро. 122 канадских долларов. 122. То есть, примерно та же самая сумма 80-90 евро. То есть, мы видим здесь ту сумму, которую платит покупатель в валюте его страны. Ну, и вот так вот эти инвойсы выглядят, да. То есть, мы сначала получаем... Как происходит продажа? Прошла продажа. Вам пришло уведомление. Так, где у нас тут эта вся фигня? Вам пришло уведомление. Вот здесь вы можете настраивать, да, с возможностью доставочки. Пришло уведомление, что у вас есть продажа. Идите, пройдите поэтапно. Так, если я сейчас найду, где это... Вот так вот поэтапно. Нам нужно подтвердить продажу, то, что она доступна для покупки. Потом мы подготавливаем посылку для покупки. Вносим информацию про размеры коробки, в которую у нас будет ехать картина, ее вес, перевозчик. Дальше мы ставим треки номер. И потом уже, когда покупатель получает деньги, через две недели... Ой, деньги. Получает картину и подтверждает в системе, что он ее получил. Через две недели нам система автоматически засчитывает денежки. Куда она это делает? Сейчас... Так, давайте смотреть. Недоставка. Так, 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 чтобы я не перепутала. А, вот видите, вот мои деньги. Это вот как раз был перевод. Мне за... Девочка купила принт. И мне насчитались 4 евро. Но я их пока вывести не могу, потому что мне нужно больше. Денег для вывода. Так, по поводу... Что вообще я ищу? Да, вот мы здесь подтвердили. Да, в общем, я сбилась. В общем, мы подтвердили продажу. Она у нас прошла. И потом, через две недели мы получаем деньги. А, вот сказал. Настройка продаж. Вот здесь мы можем выводить на PayPal, либо банковский перевод. То есть сюда мы, если зайдем, например, в PrivatBank и сделаем получить реквизиты вашей карты, то там будет IBAN. И вот эти все моменты вы туда вносите. Это будет Swift перевод. Но, в принципе, то есть на банковскую карту можно зачислять, попробовать. Но лучше, естественно, через PayPal. Это будет проще. Но если нет, то вот видите, такой момент может быть. И это можно добавлять. Ну и вот так вот. То есть покупатель получает у нас оплату. И через две недели нам приходят деньги на PayPal. Что тут еще есть? Вот художественная печать. Это так выглядит. Мы можем поставить свои... Ваша прибыль. Сколько будет за такой-то размер картины, который будет либо напечатан, либо в цифровом файле. Вот так вот, например, был куплен. Видите, в Соединенные Штаты. Цифровые файлы. Это отдельно идет продажа. По ним тоже идет лицензия. Всякие вот эти моменты. То есть если у вас кто-то что-то купил, автоматически вам тоже будут начисляться денежки. Насчет продажи на Facebook. Можно свести свою страничку на Facebook. Сделать ее, скажем так, слиянием. Она в автоматическом режиме. Будет вот отслежка и пересылать все картины там раз в день, например, либо раз в неделю, которые вы добавляете. Он будет обновлять на магазине Facebook. Касательно рекламы. Здесь есть промоушен. Нужно, кажется, не менее 50 евро, как у них было написано, внести на счет. И потом постепенно выставить, какие, например, разделы вы хотите, ну, какие подборки, чтобы они были выставлены в рекламе. И вот оно будет так высчитываться здесь. Так, деньги это у нас что? А, это у нас за принт. Партнерская программа. Можно приложать ваших партнеров. И здесь будет, соответственно, показывать, за сколько вам начисляется комиссия. В принципе, мы вот прошлись по практически всем разделам. Профессиональный веб-сайт предлагается купить, но, в принципе, достаточно хватает того, что уже сейчас есть. То есть мы видим, можно в текущем разделе, даже бесплатно, настраивать, что нам тут нужно. Добавить, веб-сайт статистика. Где у нас тут? Не знаю, можно ли настраивать доступ к вашей странице на отслежку на Google Аналитику. Скорее всего, да. Я просто немного не помню, где это все делается. Но там такие разделы тоже есть. Видите, это дополнительно вносить информацию. Если вы хотите как-то свой сайт, вот как он выглядит. Сейчас мы его откроем. То есть теоретически вот так вот, если настроить его, даже бесплатной версии, у вас может быть свой веб-сайт. То есть это просто надо в разделе покопаться, поставить как, ну, вот примерно как на Daily Paintworks, такие готовые шаблоны. А вот точно так же здесь все это можно настраивать. Да, вот Google Аналитику, в принципе, есть. Можно подключать ее. Здесь есть памятка, как это делается. То есть у вас, если нет своего сайта, можно использовать ArtMajor как ваш такой презентационный лист. И что нового в разделе? Это обычно рассказывается, какие обновления они добавили, какую пользу, как продавать лучше. Вот видите, настройка аккаунта. Вы уже сделали настройку своего шиппинга. Ready to hang. Раньше не было в картинах параметра того, доступно ли он, типа, повесить размер рамы, размер упаковки. Такого раньше не было. Сейчас это все есть, это все нужно вносить сразу. Либо постепенно, когда вы будете подсчитывать вот эту вес, ширину, ну и прочее. И видите, разные штуки. Тут какие-то можно делать, все смотреть. В следующий раз я покажу, как добавлять картину на сайт, какие параметры мы заполняем. Поскольку уже сейчас достаточно много информации было названо. А вот здесь есть раздел карт, раздел избранного, да. Чтобы никто не запутался. И дальше вы же будете решать, хотите ли вы ввести страничку на арт-мажоре. В принципе, это ничего у вас не занимает, кроме времени. Но дополнительный приток зрителей могут быть. Поэтому всем спасибо. И увидимся уже в следующий раз на новом видео. Всем спасибо. Всем пока.